Пейзаж сегодняшней Калифорнии Здесь расположены более 13 тысяч компаний, занимающиеся высокими технологиями. Здесь работают тысячи специалистов из разных стран мира. Именно здесь для иммигрантов открывается возможность осуществления так называемой американской мечты. Именно здесь и сегодня. Знакомьтесь, компьютерная школа Михаила Портнова, известная как первая русская профессиональная школа по софтверкуолити Ашуренс. Школа готовит специалистов-тестеров. Здесь учатся студенты из разных штатов Америки и Канады. Недавно объединившись с частным колледжем Сан-Франциско, стала принимать студентов из-за рубежа со студенческой визой. И после 9-месячного курса выпускники имеют право работать в США в течение одного года. Что сделала школа Михаила Портнова легендарной? Добротное знание профессии. Уникальная методика обучения с привлечением профессионалов, имеющих опыт преподавания и работающих в компьютерных компаниях. Это создание собственных учебных пособий в комплексе с современным оборудованием. Это прекрасное знание рынка труда, связь с компьютерными компаниями и помощь в поиске работы. Это множество статей в американской и русскоязычной прессе о методах поиска и проблемах профессиональной школы. Это советы тем, кто выбрал компьютерную специальность, и тем, кто думает о повышении квалификации. Это более 400 студентов, успешно работающих в крупнейших компьютерных компаниях страны. Я думаю, что в конечном счете вот эта школа и вообще все, что с нами случилось здесь, это такой результат нескольких процессов. То есть, с одной стороны, я всегда что-то преподавал такое. Значит, вот я начал преподавать в 15 лет. То есть, я учился в математической школе, и я вел кружок для младших классов. Потом я был студентом, я вел факультативы для старшеклассников по математике. Потом я был инженером в конструкционном бюро, у меня было за год 10-15 дипломников. Потом я в техникуме преподавал, потом я уже работал в системе профобра, профтехобразования. Я преподавал в ПТУ, ну, по часовикам, конечно, не то что там какие-то вещи. Поэтому оно как бы всегда присутствовало. То есть, я всегда был технарь, но я всегда был такой преподаватель. Мы вообще с ним всю жизнь как-то работали в одних и тех же местах. Вот это не часто бывает, что мы муж с женой как-то вместе работали. Наверное, у нас как-то это вместе хорошо получалось. То есть, сначала мы учились в одном институте, потом работали в одном учреждении в системе профтехобразования, потом мы оба стали тестерами, опять же, вот волею судеб. Но Миша, в смысле, он всегда тяготел именно к обучению. Причем, может быть, он сам себе где-то в этом не отдавал отчета. Вот, и я здесь на жизнь первый год зарабатывал именно этим. Я заработал преподаванием тайпинга, каких-то основ компьютерных дел. В Корейском центре, в Сан-Франциско, потом тут есть китайская организация. Вот, вот, я так жил. И единственное, что очень тяжело было. Нам нужно было выживать. И поскольку он был одержим этой идеей, я ему сказала, Миша, ради Бога, я умоляю тебя, давай оставим идею о школе. Дай мне слово, что ты больше никогда не будешь произносить это слово «школа». Потому что нам нужно устраиваться в этой стране. Речь шла о том, чтобы учить машинописи, поскольку это было то, что он знал хорошо из Союза еще. И я сказала, невозможно, нам нужно идти, нам нужно добиваться чего-то в этой стране, давай оставим идею о школе. И буквально это может быть смешно кажется, но я взяла с него чуть ли не подписку, чтобы больше слово «школа» вообще не произносим. Потом прошло пару лет, мы как-то немножко разошлись, немножко устоялось, адаптировались. Плюс у нас появилась нормальная работа, и совершенно неожиданным образом открылась вот эта область «Software Quality Assurance». И вот так началось все. И компания, ну, было там, увольнение произошло через некоторое время, и я уже думал, там вообще жизнь кончилась. Только начал, да, вроде все. И тут газета, беру газету, пять объявлений, посылаю пять резюме. Сейчас вот 500, да, за неделю. А там было пять. И вот я посылаю пять резюме, на следующей неделе два интервью, и мне дают работу тут же. Там еще 10 тысяч сверху получил. И я подумал, мать честная, это же пропадает-то, никто же не знает. Ты смотри, то есть, может, пришел с улицы, я же не был там ничего, ни прямого отношения к компьютерам я не имел, вот прям вот так. Но я инженер-связист, я электронщик, но все-таки не то, чтобы напрямую. И вот на тебе. А нас таких много, а вокруг рецессия. А сколько народу хорошего, просто, ну, пропадает, почем зря. А я перед тем, как стать тестером, я преподавал год в разных нон-профитах, и жалко так, такие люди хорошие, такие симпатичные, такие грамотные, все, работать хотят и не могут ничего, не знают, чем заняться. Аккаунтинг учат, там еще что-то учат, такси водят. И вдруг, ты смотри-ка, ну, и вот так началось. Я не мог не нервировать этой школы, это немыслимо было. Я думаю, что вот школа такая, какая она получилась сейчас, это в значительной мере результат наших проговоров. И, конечно, все решения, которые принимаются по школе, такие управленческого плана, это решения наши совместные, это какие-то решения, к которым мы приходим. Ну, и кроме того, понимаете, я помимо того, что выполняю по школе всю бухгалтерскую работу, я просто работаю в этой области. То есть я продолжаю работать тестером, я сейчас работаю в Майкрософте, то есть нахожусь, можно сказать, на пике. Вот, и я тоже думаю, что это приносит свое влияние в работу школы, потому что требования рынка, они видны все-таки больше на работе. Сейчас выбор большой, если возьмете русскую газету, там может быть 10 объявлений, там учу, там усиму. Ну, допустим, половина из них там ничего нет, кроме объявления, там, скажем, нет школы, там бывает, тоже люди хотят, но пока еще не начали. Но, ну, пройдись вокруг и погляди. Мы единственная школа здесь, которая, скажем, сделана инженерами. Мы не с Велфера начали это делать и не с Пиццей. Мы инженеры, мы были инженеры, мы остаемся инженерами. Мы сделали эту школу. Единственная школа такая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас здесь Буни. Спроса на специалистов этой профессии. Эта школа и ее руководитель Михаил Партно почувствовал это обстоятельство. И будучи сам софтворным тестером, он понял, что имеется перспектива роста подобной школы. И вот он в своем гараже, как я понимаю, так же, как великий Возняк и Стив Джобс, открыл это дело, которое резко и быстро стало расти. И вот сейчас выросло в эту школу, которая имеет несколько классов, двусменное обучение, разнообразную программу. И программа превзошла все ожидания. То есть сейчас софтворное тестирование – это один из предметов, одна из специальностей, которые обучают в этой школе. Партно предпочитает учить практическим вещам, технологии. И я считаю, что это самый верный подход. Может быть, он с точки зрения академического подхода к преподаванию несколько необычен, но с точки зрения житейского очень понятен, очень естественным. Как это в присказке? Семь лет стоял под мастерью за спиной у мастера, получил не знания, но умения. И, в общем, все, что старается сделать Партнов – это дать людям умения, которые позволяют потом работать достаточно успешно. Мне такая метода очень нравится. И я думаю, что очень многим людям, которые преподают здесь у Партнова, которые, в свою очередь, работают в этой индустрии, тоже такой подход очень импонирует, и поэтому они здесь. Работа в этой школе захватывает. Школа растет очень быстро. И, по мнению нашего директора Миши Партнова, мое участие здесь требуется все больше. И постепенно я, в общем-то, оставила все свои рабочие места и полностью переключила свое внимание на эту школу. У нас великолепные преподаватели. Это прекрасные люди с общечеловеческой точки зрения. Все наши преподаватели – это великолепные профессионалы в той области, в которой они работают. Взаимоотношения между преподавателями и студентами удивительные. Возможно, что это очень сильно связано с тем, что все наши преподаватели поистине энтузиасты своего дела, никогда не жалеют сил, времени на то, чтобы каждый студент понял абсолютно все. Первое – это то, что здесь действительно экстенсивный метод обучения. Ни одна школа, ни одна школа не дает таких учебных пособий, которые подготовлены в этой школе. Второй вопрос состоит в том, что наши студенты, они, записавшись на какие-то определенные курсы, имеют перед собой открытые для всех расписания, и при необходимости какого-то повторения у другого преподавателя, они имеют право бесплатно посещать любые занятия. Любые занятия. И это колоссально, надо сказать, преимущество этой школы, потому что позволяет им повторить. И вы знаете, очень хорошие преподаватели, но другой преподаватель немножко по-другому излагает. Студенческий слух, вы знаете, довольно быстро спроняется. И знаете, вот этот момент хорошо послушать у Зотова, а этот хорошо послушать у Фермана. Вот это бы хорошо пойти вот только к Инии. А вот этот некоторый блюдок приходит ко мне, понимаете? Мне совсем недавно сказала студентка, что вот она была шокирована вначале, насколько неинтересно ей показалось тестирование, и насколько вдруг для неё это было неожиданным. Насколько это интересно, оказывается, когда ты не просто тупо сидишь у экрана, а когда ты пишешь программу, программа — это же твои мысли, это твои идеи, то есть это же творчество, самое настоящее. И ведь самое интересное и самое приятное вот для меня, когда я встречаю своих бывших студентов и слышу слова благодарности, потому что в той или иной степени курс помог им, это совершенно потрясающе. Люблю наш коллектив, у нас хорошо, у нас хорошо. У нас люди к нам приходят как к себе домой. Я понимаю, я сама прохожу эмиграцию, я понимаю, как это сложно, и как люди иногда теряются, они не знают, что делать, как им поступить, прийти учиться или нет. Но я им советую прийти в школу, посмотреть атмосферу, посидеть на каком-нибудь уроке, послушать педагога. Понравится? Посидеть на уроке, твое это или не твое, прочувствовать это? Бывает, часто человек приходит, говорит, вот хочу вас преподавать. Я говорю, а что? Что от вас привело? Он говорит, деньги нужны. Я его не хочу. Он, может быть, даже и ничего преподает, но не хочу. Он должен работать в индустрии, он должен работать в компаниях, он должен иметь профессиональный опыт. Он должен удовольствие получать от преподавания. Потому что в нашей работе очень важно вдохновение какое-то внести. Вот сидит человек, вы можете его хорошо научить, но если вы при этом не завели его, не подбили его на поиск работы, он может просто не начать ее искать. И мое убеждение, что из стен нашей школы выходят люди по-настоящему хорошо подготовленные для работы в той области, в которой мы их готовим. КОНЕЦ Много людей сюда приезжает с разными судьями, с разными взглядами, с разными профессиями. Но они отсюда уходят уверенные в себе. Но как в каждой картине, в общем-то, много красок, так и здесь точно так же. Каждый преподаватель по-своему, в общем-то, и прекрасен. Но больше всего, в общем-то, основные краски в этой палитре это, конечно, Инна Ярославская, и Михаил сам. Ну, настолько, в общем-то, люди доброжелательные и терпеливые. Ну, представлять, какое нужно иметь терпение, когда люди приезжают, в общем-то, без знания вообще, что такое компьютер, что в нем, так сказать, лежит и как. Все работает. И вселяя вот эту уверенность, давая вот эти знания, ну, в общем-то, я считаю, что это вот главные люди вот в этой картине, в этой школе. Его школа просто какой-то оазис здесь. Вот я здесь уже давно не учусь, но я сюда иногда приезжаю, у меня просто тянут сюда к этим людям, потому что здесь дух именно русского образования. Я считаю, что преподаватели в этой школе просто великолепные. Это педагоги с большим стажем работы и с очень огромными знаниями. И они не просто владеют какой-то информацией, но и умеют ее студентам передать. Очень многие из них преподавали в России, в Московском университете. А Миша Порнов, он вообще просто выходит за грани всех представлений своим оптимизмом, тем, как он умеет заразить своих студентов и убедить их в том, что они действительно уже готовы, что они могут найти работу. И эти люди выходят на рынок, и они на самом деле находят работу. Ну, как вы знаете, все познается в сравнении. То есть у меня была возможность, естественно, сравнить его с другими преподавателями. Я у него брал и Visual Test, и K-Partner, как основные предметы тестирования. И один, и второй предмет мне очень помогли на интервью. То есть его знания были намного выше тех людей, которые спрашивали меня на моем интервью. И, естественно, его подготовка за такой кратчайший срок все-таки дала мне возможность устроиться на работу. Я никогда не работала с компьютером. И я очень боялась, что у меня может не получиться. И, то есть, я каждый раз, день от дня, занимаясь в этой школе, я получала уверенность от своих преподавателей. Я чувствовала в них поддержку каждый день. Я считаю, что они, несомненно, мастера своего дела. Учителя, программа. Это не только... Сюда входят не только в курс тестирования. То есть они действительно готовят. То есть человек, который имеет минимум или даже не имеет никаких знаний о компьютере, придя сюда, пройдя вводный курс, может овладеть этой специальностью и устроиться на работу. То есть это то, что фактически случилось со мной. Я совершенно не имела никакие представления о компьютере. И я устроилась на работу практически сразу же. Я приехал, я был очень зеленый, молодой. Вы знаете, тут люди не сильно друг другу помогают. Но мне сюда посоветовали. И вокруг было много школы. Я со всеми походил. В общем, везде походил, везде у всех поспрашивал. А здесь была какая-то интересная очень такая атмосфера. Мне сразу Миша предложил, приходите, посмотрите, посидите в классе. Я послушал сначала преподавание Ины, а потом преподавание Миши трудоустройства. И, конечно, в эту школу я сразу влюбился. Плюс у меня не было денег. И я пришел и сказал, у меня нет денег, но я там выплаиваюсь на стипендию, на всякое такое. И Миша сказал, ну что, ну куда ты денешься? Иди учиться, получишь деньги, отдашь, куда ты денешься. И, в общем, я почти закончил, только деньги отдал. В той стране не было такого шанса. Было какой-то протекционизм, какой-то протеже нужно было кого-то искать. А здесь вот та Америка, которую я представлял, в общем, Америка всем дает шанс. Но я не встречал подобного человека, как Миша. То есть не вопрос бизнеса, не вопрос денег, а вопрос лично ты. Я интересую лично его. Вот. И хочу сказать, что вокруг этого мастера растают подмастерия, которые тоже становятся мастерами. И в школе есть очень классный, замечательный преподаватель. КОНЕЦ Мы приезжаем в новую страну, и мы спрашиваем себя, как жить дальше. А некоторые говорят, а вот мы приехали, детей спасали, и вот как бы все ради детей, а им самим там 35-40, там 45. Да у них вся жизнь впереди, а они все ради детей, как бы жизнь не кончилась. Ерунда это все. Мы только начинаем жить, и мы должны сориентироваться правильно. И один из моментов, в которых мы должны сориентироваться, это наша профессиональная жизнь. Что делать? Как быть дальше? Меняя страну, меняя язык, меняя очень много вещей. Ну что же, и профессию можно поменять, как бы это уже не такая большая перемена. Даже люди, оставшиеся в России, сейчас многие меняют профессию, так складывается экономическая ситуация. Но, в чем специфика тестирования, почему мы этим занимаемся, и почему не занимаемся ничем другим? Это единственная область на компьютерном рынке, где наниматель хочет вас такого, как вы есть. Вы были инженером-механиком, Вы были учителем, Вы были ученым, Вы были специалистом по финансам, по экономике, и так далее. Они хотят вас такого, как вы есть. Ваш опыт, который у вас был, он как бы очень считается. Нужен ваш здравый смысл, нужна ваша серьезность, солидность. Молоденького мальчику трудно тестировать, он не может сконцентрироваться, он пока у него там весело все, и как вот фан говорят, да вот фан, он работает, нет фана, он не работает. Тестер это, в общем, довольно монотонная работа, на самом деле. И человек, который недостаточно вот такой взрослый, солидный и сознательный, он не может этого делать. И они хотят вас, с вашим образованием, с вашим опытом работы. Конечно, неплохо получить образование такое специфическое, это по тестированию. Конечно, неплохо поработать год, второй, третье, чем больше вы успели проработать, тем ценнее вы как работник, тем больше вам платят денег. Например, у меня есть тема, ну, я сам веду этот урок во всех классах. Есть тема, например, два часа, опросы, которые мы задаем на интервью. И знаете, как я обычно всегда начинаю, у меня типа предисловие к этому уроку, я говорю, вы знаете, там два еврея дорогу переходят на красный свет, милиционер говорит, платите штраф. А один ему говорит, как вы уже и депутатов Верховного Совета штрафуете? Тот говорит, извините, там туда-сюда и отпускает. И второй ему говорит, а я, говорит, первый раз слышу, что это депутат. Он говорит, а я уже и спросить не могу. Вот. И вот это, вы идёте на интервью, вы задаёте эти вопросы, они же лучше знают, что отвечать-то, ну, сами подумайте. Значит, ну, я же должен их завести своими вопросами, я должен этими вопросами показать, какого калибра вообще человек перед ним присутствует. То есть, с одной стороны, мы, конечно, бизнес, нам, как форма существования, мы бизнес. Но, как бы, идея за этим стоит очень человеческая. То есть, нам просто деваться некуда. Вот если бы кто взял, взял бы нас государство на содержание, да, ну, не был бы бизнес, ну, вот не берёт. Значит, приходится делать какой-то бизнес. Но у нас нет, например, желания, там, скажем, заработать какие-то деньги и не дав чего-то человеку взамен. Не дав ему в пять раз больше, чем он заплатил. То есть, если я ему дам ровно на эту сумму, я буду чувствовать себя как бы не очень хорошим человеком. Я говорю, господи, мы тебе меняем жизнь, там. Ну, да, тебе это стоит, там, 4 тысячи, из которых 2 ты платишь, пока учишься, 2 в течение первого года, пока ты работаешь. Ну, ты же за первый год, там, 50 тысяч заработаешь. А за второй, там, может быть, 80. У тебя через год будет хороший дом, который мы сейчас переносим в жизнь людей. Иначе бы я не стал этим заниматься, мне было бы неинтересно. Мы сейчас вышли на такой, как бы, новый плацдарм для нас. Мы хотим привозить людей из-за границы и учить их тут, и помогать им находить здесь работу. Поэтому мы скооперировались с очень таким, ну, то, что называется, СВЛ Стаблишерс, колледж в Сан-Франциско, называется Management College в Сан-Франциско. И мы сделали соответственную программу. Они привозят людей, то есть они имеют право это делать. Они дают студенческую визу, они людей привозят и устраивают, а мы их учим. И помогаем им найти работу. Причем там хитрость состоит, ну, тонкость, как бы, не хитрость, тонкость, что они 9 месяцев учатся, и после этого им дают на год разрешение на работу в любой компании абсолютно. Боже мой, если мы сейчас за 4 месяца учим людей, и они получают по 25, по 30 долларов в час на старт, то за 9 месяцев, значит, я считаю, они должны получать 35-40, то есть вот программа так сделана. Уже пошла первая группа, сейчас уже вторая начинается через пару недель. И спрос колоссальный, интерес колоссальный. Я из Риги, из Латвии, приехал в колледж, услышал об этом колледже, и хотел бы получить специальность, профессию тестера, так как сейчас спрос идет на эту профессию. Я приехал из Украины, ну и как только услышал о такой возможности, которую предоставит нам школа, и Михаила Портнова, и этот колледж, конечно же, я решил этим воспользоваться. Я приехала из Санкт-Петербурга, где я закончила морской университет. Я очень счастлива, что я нахожусь здесь, и в школе Михаила Портнова могу изучать Quality Insurance. Меня зовут Татьяна, я из Москвы, от моих друзей. Я услышала об этой школе и об этой специальности. Меня это очень заинтересовало, потому что я считаю, что это специальность будущего. Родился в городе с красивым названием Александрия. Я строю далеко идущие планы трудиться в этой отрасли. А эта школа, это для меня блестящая возможность осуществить это. Поэтому, когда вы думаете о том, какой быть в вашей профессиональной судьбе, как жить дальше, есть выход, есть шанс стать компьютерщиком, и даже там, где вы понимаете, что программистом вам стать, может быть, нереально, есть другой ход. И не надо конкурировать с теми, кто красит заборы лучше вас, не надо конкурировать с теми, кто, допустим, развозит пиццу лучше вас. Есть вещи, где эти люди с вами конкурировать не смогут. И в этой нише колоссальный спрос существует на таких, как вы. И, ну что же, буквально там 3-4-5 месяцев поучиться, еще месяц-другой поискать работу, и все. И вы не найдете другой такой ниши на рынке труда, где человек мог бы, не имея ни малейшего отношения к этому делу, вот так прийти и стать компьютерщиком. Ну, он не программист, конечно, он, может быть, не получит столько денег, сколько программист, но так он же и не вкладывает столько, сколько программист, ни по количеству часов, которые он работает, ни по уровню квалификации, а получается очень ненамного меньше, там буквально чуть-чуть меньше. Поэтому это уникальная ниша, и, скажем, 5, 6, 7, 8 лет назад ее не было, она есть сейчас. Последние, скажем, года 2-3, это по всей стране, есть спрос на этих специалистов, скажем, 4-5 лет назад этот спрос был заметен в Силиконовой долине, где многие вещи появляются раньше, чем где бы то ни было. И вот это шанс, это уникальный шанс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова